Я, правда, не успел сделать рассылку, но, как вы можете увидеть из объявления, что у нас сегодня тема сменилась. Что про перспективные виды энергонезависимой памяти Заблотский будет рассказывать не сегодня, а 23-го, потому что сегодня он болеет, а потом он еще в командировку уезжает. Поэтому сегодня у нас, раз уж семинар назначен, доклад будет экспромтом, на тему, чем отличается неклассическая физика на примере теории относительности квантов и веков. Сразу начну с ответа, что неклассическая физика отличается от классической тем, что она, классическая теория предполагает в своем составе нетривиальную теорию измерения. То есть, если в классической физике вы можете просто взять и сразу начать писать формулы, что-то посчитать и сразу понятно, что вы получили, то вне классической физики, если не учитывать нетривиальную теорию измерения, могут возникнуть кажущиеся парадоксы. То есть, скажем, в теории относительности мы знаем, что есть, с одной стороны, относительность движения, то есть, все инверциальные системы отсчет равноправны, неважно, кто движется, мы относительно пояса или пояс относительно нас, если мы делаем это равномерно и прямолинейно. А с другой стороны, мы знаем, что движущиеся тела в направлении движения сжимаются, и возникает кажущийся парадокс, что с точки зрения пояса мы короче становимся в направлении его движения, с точки зрения нашей пояс становится в корочем направлении его движения, а как одно с другим совместить. И чтобы увидеть, что нет парадокса, надо внимательно анализировать, что же из себя представляет процесс измерения, посмотреть на этот процесс измерения с точки зрения наблюдателя в поезде, с точки зрения подвижного наблюдателя, и убедиться, что одно описание с другим согласуется. Значит, это один аспект. Второй аспект состоит в том, что в неклассических теориях обычно еще принято вводить такой математический аппарат, чтобы вот такие нетривиальные особенности в нем были заложены на уровне построения математического аппарата, чтобы неправильные утверждения на таком языке просто нельзя было сформулировать. С одной стороны, это здорово помогает в работе с такими теориями, с другой стороны, это наоборот затрудняет работу, если мы хотим от такой теории отойти, в чем-то ее обобщить. Потому что математический аппарат может быть очень жестким и не допускать обобщения. В принципе, граница между классическими и неклассическими теориями достаточно мутная. И та же самая ньютоновская механика с некоторой точки зрения может рассматриваться вполне как неклассическая теория. Понятно ли почему? Вот с точки зрения древних физиков, которые еще не знали первого закона ньютона, обычная имеющаяся в ньютоновской механике относительность движения это достаточно нетривиальный факт. И то, что один наблюдатель описывает как движущееся тело, другой как неподвижное, и что их описание согласовано, это некая нетривиальная теорема, требующая доказательства. И до тех пор, пока к этому не привыкли, в общем-то, это вполне можно было рассматривать, что первый закон ньютона это как основа нетривиальной теории измерения, которая предполагается в ньютоновской механике. При желании мы можем для ньютоновской механики придумать и соответствующий математический аппарат, который соответствующей асимметрии будет в себе содержать, скажем. Мы привыкли, что в теории относительности вводится пространство-время, а в ньютоновской механике его якобы нет. На самом деле пространство-время можно ввести в ньютоновской механике. И когда, скажем, в школьных учебниках откладывать по одной оси D, по другой оси X и Z, уже стоит как-то бедро из пушки летит, если она стреляет по Z, то, в общем-то, эта парабола, она не в пространстве, она в пространстве-время, потому что здесь T, здесь Z, можно еще добавить X и Y, и мы получим четырехмерное пространство. Только в ньютоновской механике оно не столь удобно, как в специальной теории относительности, но, тем не менее, его там можно ввести, причем, как в специальной теории относительности в пространстве-времени есть специальная структура, так же есть некие специальные структуры в пространстве-времени в ньютоновской механике. Давайте, например, рассмотрим, что же тут за структура. ну, во-первых, понятно обозовем эту пространство, скажем, М4 четырехмерное методовское пространство как оно устроено? ну, во-первых, точку можно представить как четверку чисел время x, y, z далее какие есть структуры но мы будем вводить не абы какие структуры а только те структуры которые не зависят от системы отчета которые во всех хороших с точки зрения методовских механиках механики системы отчета определены одинаково ну, во-первых, это методовское абсолютное время точнее, абсолютное не время а абсолютно промежутки времени потому что часы можно ноль в часах можно выставить по-разному а вот изменение времени абсолютно мы напишем дельта то есть изменение времени между двумя бесконечно близкими событиями определено однозначно вне зависимости от того где эти события расположены в пространстве двух относительно друг ну, если это ДТ проинтегрировано то можно получить конечный интервал времени тоже определено ли в ньютоновском пространстве время и расстояние? кто скажет? определено? определено? да, не между любыми, а между одновременными событиями между одновременными событиями расстояние определено а между событиями в разные моменты времени расстояние не определено потому что мы переходим в движущуюся систему отчета и расстояние меняется Более того, в ньютоновской механике мы можем двигаться с любой скоростью Поэтому между событиями в разный момент времени В разный момент времени мы расстояние всегда можем сделать нулем С точки зрения наблюдателя, который прилетел через эти две точки последовательно Понятно ли это? Поэтому определенный элемент расстояния, но при ДД равном 0 То есть между одновременно расстояния Все или не все? Достаточно это для ньютоновского пространства времени? Или чего-то не хватает? Значит, когда мы задали на Р4ДТ То мы разбили наше пространство время на слои В каждом слое время постоянно Согласны? Когда мы задали ДЛ при ДТ равном 0 То на каждом слое Т равно константа Мы задали обычную гефклидовую яметру И вот если взять вот эти структуры, что я уже написал То эти слои могут друг относительно друга Произвольным образом скользить Может быть еще что-то добавить? Какие траектории в пространстве времени выделены с точки зрения ньютоновской механики? Какие движения выделены с точки зрения ньютоновской механики? В законах ньютона какие-нибудь особые виды движения упомянут? Ну, поступательные, вращательные Нет, вот в трех законах ньютона какое движение я упомянут? Равномерное прямолинейное движение Равномерное прямолинейное движение Или нахождение на месте В инфициальной системе отчета Если рисовать график Вот в этих четырехмерных пространствах Это какая кривая будет? Прямая Причем, обратите внимание На поверхности Т равно константа прямые определены и так Потому что там есть евклидовая геометрия И мы можем сказать, что прямые – это кривые, вдоль которых расстояние минимальное А вот прямые, которые пресекают разные слои времени Разные моменты времени Они пока не определены Ну, давайте напишем еще Афинная структура Афинная структура – это то, что позволяет отличить прямые от кривых Ну, например, мы можем афинную структуру задать так Что если у нас есть линейное пространство То мы можем отличать прямые от кривых Только в линейном пространстве есть что-то лишнее Есть выделенное начало координат А если мы договоримся, что есть афинное пространство Мы еще можем ко всем радиус-векторам прибавлять постоянный вектор И тогда уже начало координат перестает быть выделено И то, что остается – это афинная структура Вот, собственно, что такое пространство-время ньютоновской механики Видите, оно отнюдь нетривиальное И обычно в учебниках по классической механике его не пишут Но зато его могут написать, скажем, в каком-нибудь учебнике по общей теории относительности Как пример взгляда на классическую механику с точки зрения механики не классической Если мы будем смотреть с той же точки зрения на пространство-время Специальные теории относительности Которые называются пространством Менковского То, как ни странно, оно окажется проще Там тот же самый набор точек R4 В точке номера C5TX и XZ Но вместо вот этих трех отдельных структур Есть одна структура Интервал DS в квадрате Это С в квадрате С в скорость света ДТ в квадрате Минус ДХ в квадрате Минус ДЮ в квадрате Минус ДЗ в квадрате Если положить ДТ равно нулю То он дает расстояние между точками Если положить их ДХ ДЮ ДЗ равно нулю То он дает время между точками Если интервал вдоль кривой экстремален То эта кривая оказывается прямой То есть эти функции он тоже может выполнять Но это другая структура И в частности у нее есть хороший физический смысл ДС Если ДС вещественное То есть если ДС в квадрате больше нуля То ДС равно СДТАУ Где ДТАУ это собственное время С точки зрения часов Которые двигаются равномерно прямолинейно Между двумя последовательными событиями ДТ ДХ ДЫ ДЗ это изменение координат Между этими событиями в какой-то системе отсчета Но ДС это инвариант Он по всех хороших системах отсчет одинаков Собственно правильнее сказать наоборот Что хорошими являются те системы отсчета В которых интервал записывается вот эта форма Точно так же В ньютоновском пространстве времени Хорошие те системы отсчета Где ДТ это просто разность координат по времени ДЛ это расстояние Просто расстояние А прямые выглядят как они И это сразу автоматически создает нам Декартовая инверциальная система отсчета Так и в ньютоновском пространстве времени То есть тут структура задает Задает сама Какие преобразования допустимы Допустимы те преобразования Когда эта структура выглядит одинаково С этой точки зрения Евклидовая геометрия Это тоже раздел физики Она тоже так же построена Что такое Евклидовое пространство Это R3 На котором задано расстояние Хорошая система координат Это те системы В которых вот эта ДЛ выглядит вот так Ну и дальше можно считать Какие системы координат являются хорошими Связь между ними Это вот движение То, что называют Ну понятно Повороты, отражения, сдвиги Так При этом Что характерно Для типичной теории измерения То, что когда мы рассматриваем Процедуру измерения То у нас появляются Какие-то объекты двух типов Объекты, описывающие систему И объекты, описывающие наблюдатели И мы знаем Эта теория может нам сказать Что будет, если мы преобразовали наблюдателя Как при этом преобразуется Потому что Те числа, которые измеряет наблюдатель Это комбинация того, что описывает его самого И того, что описывает система Например, такая Что такое теория наблюдений В их видовом пространстве Ну, у нас есть базис И Ж К И этот базис Описывает наблюдатель И тогда Скажем Х Это скалярное произведение И на Р Ирик Это скалярное произведение Движение На Р З Это скалярное произведение К Вот вам теория изменений Она, видите Комбинирует Р Скажем Радиус вектор Который Задает Точку С Ирик К Который Описывает наблюдатель И получается Ирик З Описание Точки С точки зрения Данного наблюдателя Такая вот Получается Теория Относительности Имени Декарта На самом деле Самый простой Пример Такого Вот Того Как комбинируется Что-то Связанное С Наблюдателем И что-то Связанное С Системой Системой А кстати Можно написать И наоборот Что Р Р Давно Икс на И Плюс Ирик На Ж Плюс З На К Икс Игрек З Определены И точкой И системой Отчета То есть Наблюдателя И ЖК Определены Наблюдателя А Р Р Р Определено Вне зависимости От Наблюдателя Вектор Существует Вне зависимости От того Из какой Системы Координат Мы на него Смотрим Вот Самый Пример Простой Пример Использования Подобных Идей Вы Наверное Все Хорошо Знаете Еще Со Школы По крайней Мере Те Кто В физмат Классах Те Точно Знают Это Теория Размерности Размерная Величина Х Что это Такое Это Численное Значение Х Умножить На Размерность Х 5 М Скажем Размерность Единицы Измерения Это Нечто Что Х 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 Размерность У нее Линейка В метрах Число 5 Само По себе Смысл Не имеет Мы не Можем Сказать Что Длина Стола Равна Ширина Комнаты Равна 5 Потому что Непонятно 5 Чего А когда Вы пишите 5 метров То это Уже Приобретает Смысл Но Здесь Вы видите Комбинацию Того Что Описывает Прибор Наблюдатель С тем Что Описано Результат Измерения А то Что Получилось Вместе Оно И Вариантно 5 метров Для одного Наблюдателя Для другого Наблюдателя 500 Сантиметров Если у него Линейка По другому Прогрегулирована Но результат Один и тот же Вы видите То те же Самые Идеи То есть В принципе Теория Размерности Это тоже Теория Измерений Но только Достаточно Требя И вот На языке Того Что задает Структура Нашей теории Мы должны Формулировать То как происходит Процесс Измерения То есть Если Вы Говорите Что вот Я прикладываю Линейку К измеряемому Объекту И одновременно Отмечаю положение Двух концов Этого объекта Чтобы Получить Длину Нам Надо Этот процесс Описать Если Мы Специально Теория Относительность То его Надо Описать Вот На этом Языке И Дать Определение Всем тем Словам Что я Сказал Что такое Линейка Прибор Измерения А Что Это На этом Языке Что значит Я одновременно Отмечаю Показания Начала И конца Нахождение Расстояния Нет А что значит Одновременно В один момент Время А что значит В один момент Время Отсутствует Привращение Время Вот в ньютоновском Пространстве Время Сказать Одновременно Вот мы можем ДТ равно Нулю А здесь Чтобы сказать Одновременно Мы не можем Сказать ДТ равно Нулю Мы должны Через интервал Все формулировать Поэтому Если мы Хотим Описать Процедуру Измерения Длинной То что нам Надо сделать Значит Мы берем Некую Мы выделяем Некую Систему Координат И говорим Что вот В этой системе Координат Линейка Не подвижена У линейки Есть Начало И конец Есть Две Мировых Линейки И в той системе Где линейка Не подвижна То есть В той системе Где скажем Начало Линейки Мировая линия Начало Линейки Идет Параллельно Оси Время Вот в этой системе Мы смотрим Расстояние Между мировой Линией Начало И конца Линейки Как мы Это делаем Вот в этой системе Где линейка Не подвижна Мы берем Два События На соответствующем Двум концам Линейки Так чтобы ДТ между ними Равнялся Мирам Считаем Квадрат интервалов И он дает нам Квадрат расстояния С обратным знаком Если мы говорим Про то Что Какие-то события Одновременно То не одновременно По отношению К Выборной системе Отчета Если мы Рассматриваем Другую систему Отчета Которая движется Относительно Исходной То там Одновременность Другая Поэтому Если вас Скажем Интересует Объяснение Парадокса Как так Две линейки Движутся Относительно Друг друга На каждой Сидит по наблюдателю И каждый говорит Моя линейка Длиннее Чем другая Как одно С другим Совместится То Картинку Надо рисовать Как раз В терминах Геометрии Минкорского Вот Предположим Плоскость ТХ В том самом Пространстве М4 Мы будем Сравнивать Единичные Линейки Вот Через точку Х Равно 1 Идет прямая Параллельная Ось Т Ось Т И вот эта Прямая Это мировые Линии То есть Если хотите Траектория В пространстве Времени Концов Этой Линейки Теперь давайте Нарисуем Другую систему Отчета Для простоты Возьмем Чтобы у нее Было тоже Начало Картин Я возьму С Равно 1 Вот эти Две прямые Т Равно Х Т Равно Немис Х Они вместе Задаются Уравнением Т в квадрате Минус Х Квадрате Равно Нулю То есть Интервал Доточек Этой кривой Этих двух Прямых От начала Координат Равен нулю Видите Ну только Без дифференциалов Так же Как здесь Выкинутый С Выкинул Потому что Я Ц Положил Выкинул Мерю Время Время В сантиметрах Для любой Системы Отчета В которой Для интервала Выполняется Та же самая Форма Если я пишу С в квадрате Равно Т в квадрате Минус Х В квадрате Фиксирую С в квадрате Получаю Какую-то Кривую Эта кривая При любой Замене Координат Оставляющая Неподлижный Начало Координат Должна Переходить В себя Что это За кривые Такие Это Семейство Е1 Ну и Кроме того Пара Вот этих Прямых Значит Вот Есть вот такая Гипербола Для нее Уравнение С квадрат Равно Есть симметричная Вот такая Гипербола Для нее Уравнение С квадрат Равно Ну и Понятно Есть еще Подобные Гиперболы Которые Отличаются От этих Двух Изменением Масштаба Масштаба Одновременно Пох И пока В одинаковое Число Раз Представляете То есть То есть Вот как При повороте Окружности Переходит Себя В Евгидовой Плоскости Так При преобразовании Масштаба Эти Е1 Будут Переходить Себя Значит Если мы Проведем Проведем Еще вот Ось Т-штрих Ось Т-штрих Это будет Положение Нулевого Конца Движущейся Лигурики Симметрично Относительно Вот этой Диагонали Симметрично Проведем Ось Т-штрих И вот Эти Движи Пермана Отсекут Единичные Точки Уже На новых Штрихованных Осях С точки Зрения Геометрии Менковского Эти вот Две Прямые Вот На них Единичные Точки Должны Быть Здесь Как При Повороте В Евгидовой Глоскости Х И Проводить Прямые Х Штрих И Х Штрих И Окружность Единичная Отсекает На них Новые Единичные Точки Только Здесь И Надо Подумать Еще О том Что Эти Новые Оси Должны Быть Перпендикулярны Здесь Эти Оси Были Перпендикулярны Смысли Метрики Евклида Эти Оси Должны Быть Перпендикулярны Смысли Метрики Менковского Раз У нас Есть Такое Мы Мы можем Мы можем Определить Если Если У нас Есть Такой Вот Интервал То Мы можем Определить Скалярное Произведение По Менковскому Что И Релятивист То Надо Брать Событие На Оси Х' Вот Начало Координат Вот Второе Пересечение Прямой Х Равно Единице С Осью Х' И Вы Видите Что Это Прямая Х Равно Единице Пересекает Ось Х' Левее Гиперпол Левее Чем Единичная Точка То Есть Движущийся Наблюдатель Одновременно Отметил Положение Обоих Концов Неподвижной Линейки И Заключил Что Она Короче Единице Единичная Линейка Неподвижного Наблюдателя А Что С Движущимся Наблюдателем Что Будет Если Наоборот Посмотреть Вот Как Вот Эта Прямая Х Равно 1 Касается Вот Этой Гиперпол Точно Так Прямая Х' Равно 1 Она Идет Параллельно Аси Т Тоже Касается Той же Самой Гиперпол На другой Точке В Единичной Точке На Сей Штрих И В силу Того Что Эта Гиперпол Выпукла Влево То Эта Прямая Пересечет Ось Х Левее Гиперпол То есть Вот Движутся Начало И конец Движущейся Ременьки Единичной Чтобы Измерить Ее длину Мы Одновременно Под часами Неподвижного 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 Отмечаем Начало И конец И убеждаемся Что Начало Совпадает А конец Ее ближе Чем Единица Начало Координат То есть Она сократилась Как возможно Одно и другое Одно и другое Возможно За счет того Что ось Х Относительно Ось Х Наклонена То что Ось Х И Ось Х Наклонены Друг относительно Друга Это Относительность Одновременности То есть Мы смотрим С точки Для нас Часы Для неподвижного Наблюдателя Часы Подвижного Движущегося Чем дальше Вправо Тем больше Отстает Потому что Видите В точке Х Равно Нулю По штрихованным Часам Нулевой момент Настал одновременно С Временем Т А чем дальше Вправо Тем позже Настает Момент Времени Нулевой По штрихованным Часам Видно? Так что Если рисовать Это Не в духе Теоретической А в духе Общей То вот Есть неподвижная Линейка Вдоль нее Подвешены Часы Которые Синфонизованы Мимо Пролетает Движущаяся Линейка И вот Мы Мерим ее И находим Что она короче Скажем Два раза Очень быстро Летит Два раза Короче Кажется А что будет Если тот Кто сидит На этой линейке Мерит нашу Длину А будет Следующее Он Сначала У него Часы Спереди Отстают Поэтому Вот он Отметил Положение Хвоста Нашей линейки От Положения Начала Нашей линейки Он еще Не отмечал Потому что Часы Спереди У него Отстают А когда Он отметил Положение Хвоста Нашей линейки На борту Головы Нашей линейки А он К тому времени Практически Полностью Ее проскочивает И вот Тогда Он отметит Положение Другого Конца Линейки Это Вот Как Мимо вас Ползет Человек Вы Прикладываете Линейку Человек Длинный Сначала Смотрите На голову А потом На хвост Покуда Вы Переводили Взгляд За головой На хвост Человек Уже Половину Линейки Прополз И поэтому Он кажется Короче Чем Он есть На самом деле Но ситуация Здесь Взаимная Нельзя сказать Что один Урет А другой Другой Каждый Со своей Точки Взгляд По этой Картинке Это И на этой Картинке Преобразование Лоренца Это Вдоль Этой Диагонали Мы растянули Блоскость А вдоль Этой Сжали И Говорить Имеет Смысл Только О тех Вещах Которые При таком Преобразовании Остаются Низбеги То есть В некотором смысле Объяснение Вот это И объяснение Вот то Это разница Между тем Как вам одно и то же Будет объяснять Кафедру общей физики И кафедру теоретической физики Кстати На этой же картинке Можно аналогично Показать Ивлитивистское Замедление Вот я провожу Прямую Кравму 1 Параллельно Оси x И вижу Что ось т-штрих Она пересекает Ниже Чем единичная Точка То есть С точки зрения Движущегося Наблюдателя Неподвижные Числят Стоит Аналогично Я провожу Прямую Т-штрих Равно 1 Она параллельна Оси x Тоже касается Одна и три Они обе касаются Одной и той же Е-пермолы Только В разных точках И в силу Выпуклости Э-пермолы Вот прямая Т-штрих Равно 1 Пересекает Ось т Ниже Чем единичная Точка Ниже Чем е-пермолы То есть Опять-таки Ситуация Взаимная Каждый считает Что у другого числа Отстает Потому что Каждый Когда сравнивает Свои часы С чужими То У него Своих часов Много Развешено Вдоль линейки Повсюду Развешены Часы Синкронизованы А чужие часы Относительно Него Этой линейки Движутся И поэтому Он должен сравнивать Показания Этих движущихся Часов Последовательно С разными Своими часами И наоборот Когда На утолу Тоже Вдоль линейки Подвешена Куча часов Он сравнивает Показания Каких-то Одних Неподвежных Часов Последовательно С разными Своими А поскольку Нет согласия Относительно Синхронизации Часов Что выражается В том Что прямая Т штрих Равна единице И т равна единице Друг относительно Друга наклонены То Получается Что Каждый прав Впрочем Можно Описывать В некоторых Случаах Бывает Полезно Описывать Процедуру Измерения Не как Прикладывание Линейки Как я сейчас Рисовал А как Отправление Получение Каких-то Сигналов Световых Или радиочастотных Которые Со скоростью Света Движутся Что-то Поставили Вначале Координат Радиолокатор Он отправляет Сигнал Ловит Отраженный Ну и Соответственно В качестве Координат Точек Какой-то Точки Может взять Время отправления Сигнала Время его Отврата Ну и Скажем Еще два угла В какую сторону Сигнал Уходим Если Т Взять Единицы То Еще Всесть На плоскости То это Выглядит Совсем Красиво Движутся Значит Дс В квадрате Равно Дт В квадрате Минус Дх В квадрате Равно Д От Т Минус Х Умножить На Д От Т Плюс Х Т Минус Х Равно У Т Плюс Х Равно В То есть Получается Равно Ду Умножить На Ду Так Если Частицы Которые События Которые он измеряет С помощью радиолокатора Расположены При положительном Иксе То тогда Т-Минус Х Это Время Отправления Сигнала Он же Со единичной Скоростью Идет Со скоростью Света А время Т-Минус Х Время Когда он Обратно Вернется Так что Вот У и В Это как раз Радиолокационные Координаты В плоскости Т Т Причем Видите В этих Радиолокационных Координатах Очень симпатично Выглядит Интервал В радиолокационных Координатах Оси Это как раз Вот эти самые Две Скрещенные Преугольники Так что Хотя Те же самые Координаты Те координаты В которых Интервал Имеет Такой вид Являются Приняты Обычно Их считать Именно их Предпочтительно Можно работать С другими Так Ну Общую Теорию Относительности Я наверное Касаться Не буду А вот Квантные Механики Как Обещал Объявление Каснусь В квантовой Механики Появляется По сравнению С другими Неклассическими Теориями Нечто Новое Связанное С тем Что Процедура Измерения Не только Приписывает Числа Процессу Не только Описывает Процесс Она Меняет Процесс Потому что Квантовой Механики Нельзя Воздействовать На измеряемый Предмет Сколь угодно Слабо Даже если Вы его осветили Всего лишь Одним Фотоном Этот Фотон Имеет Энергию Имеет Импульс Причем Чем больше Импульс Тем меньше Длина Волны Чем меньше Длина Волны Тем Точнее С помощью Этого Фотона Мы можем Измерить Координату Но тем Сильнее Мы толкнем Тот Объект На который Мы посветили И поэтому Есть Соотношение Неопределенности ДЛТХ На ДЛТП Меньше Или равно Там Аш Или ДЛТП На ДЛТЕ Тоже меньше Или равно Аш Аш Чем Постоянная Блака Ой Наоборот Извините Что-то я Разумеется Больше Я И И В квантовой Механики Вот как Вот здесь Не в клиной Механики Есть Базис Есть Электр Так и В квантовой Механики Есть Состояние Которое Описывается Неким Бесконечно Мерным Вектором В каких-то Простейших Случаах Он может быть Конечным Мерным Но вообще Это только Если мы Много чем Пренебрели Обычный Бесконечный А если У нас Есть Какая-то Какая-то Величина Которую Мы Измеряем Наблюдаемая Величина И Каждое Наблюдаемое Величине Сопоставляется Базис Вот Эта вот штука Когда слева палка Справа угловая Скобка Посередине Буклы Так в квантовой Механики Обозначает Вектор Здесь Вот набор Единственных Векторов Ортогональных Базис То есть Пока Видите Очень похоже На то Что было Здесь Евклидовая Есть Базис Есть Вектор Есть Скалярное Произведение И мы Можем Спроецировать Вот этот Вектор Пси На Состояние Н С помощью Скалярного Произведения И вроде бы Все то же Самое В чем Разница Разница В том Что Когда мы Проводим Измерения То оказывается Что Мы всегда Будем Обнаруживать Состояние Одним Из Базис Мы никогда Не обнаружим Вектор Состояния Наискосок Мы непременно Обнаружим Вдоль Одного Из Базис Векторов И вероятность С какой Мы обнаружим Базис Вектор Номер Это Вот это Пси По модулю В квадрате Почему я пишу По модулю В квадрате Потому что Это вообще-то Комплекс Нечисленный И С этой точки Зрения Получается Что поскольку Нам квантовая Теория Измерения Запрещает Одну Систему Клонировать И много-много Раз ее Промерить В разных Базисах То мы Этот вектор Полностью Восстановить По данному Измерению Немножко И каждому Базисовому Вектору Соответствует Какое-то Значение АН Что Вот Каждый Что Наблюдаемая Величина А Так Состояние Номер Значение Что А Равну АН Было Отлично От Нуля И После Этого После Того Как Мы Убедились Что Она Отлична От Нуля Что Оказалось Что Это Величина А Которая До Того Не Имела Определенного Значения Мы Могли Получить Разные Результаты После Этого Это Определенное Значение Приобрешь То есть Это Соответствует Тому Что Вектор Случайным Образом Спроецировался На одной Из Осей Нашего Майфиса На какую Вектор Единичный Чем А Чем Длиннее Квадрат Соответствующей Проекции Тем Больше Дальность Квадрат Длиннее Соответствующей Проекции Это Есть Верненность Вот Эта Особенность Что Измерение Это Взаимодействие А Взаимодействие Меняет Состояние Системы Это На самом Деле Не Только Квантовая Механика Это Еще И Статистическая Физика И Скажем Попадался Вам Такой Мысленный Эксперимент Как Демон Максвелла Демон Максвелла Это Такой Мысленный Эксперимент Что Есть Этот Самый Демон Сосуд Разделен Дверь Перегородка На две Части Перегородки Есть Дверка И Демон Максвелла Максвелла И Он Может Открывая И Закрывая Дверку Рассортировать Частицы Если С одной Сорığись Летят Горячие Частицы То Он Пропускает И С другой Ст Lak Горячие Частицы Он Не Пропускает С другой Ст decay Ну Наоборот Пропускает Холодная Частица У Горячая Быстрая ну и таким вот образом пооткрывав и позакрывав дверцу он создаст разность температуры при этом поскольку он дверцу открывает и закрывает когда в нее никто не бьется то казалось бы, ну вроде бы он при этом никакой работы не совершил разность температур создал как такое возможно? как это соотносится со вторым началом термодинамики которая подобных фокусов не позволяет потому что он рассортировал частицы он тем самым уменьшил их беспорядок энтропия, мера беспорядка уменьшилась и кроме того, потом можно к этому разделенному сосуду поставить тепловую машину горячая половина как нагреватель холодная как холодильник эта тепловая машина будет потом эту тепловую энергию в работу переводить и вот вроде бы из исходного равновесного сосуда в котором все было в постоянной температуре получаем работу за счет того, что там делаем и Максвелл что-то там похимичил с этой дверцей в чем дело? дело в том, что демон должен эту дверку должен как-то узнать, какая моряку к нему летит чтобы открыть ее а раз так, он должен приобрести информацию а информация это на самом деле отрицательная энтропия энтропия это сколько информации не хватает наблюдателя чтобы полностью описать микроскопическое состояние системы чтобы полностью описать, какая частица куда летит и вот за счет вот этой информации за счет этой отрицательной энтропии он и может уменьшать энтропию от этого сосуда чтобы эту отрицательную энтропию получить ну понятно, ему там надо произвести какое-то измерение то ли фонариком посветить, то ли еще что-то сделать и в процессе этого измерения ему понадобится совершить большую работу чем потом вытащить та тепловая машина которая подсоединена к этому сосуду которая работает на разности температур которые этот демон создал то есть видите, статистическая физика даже если, казалось бы, мы рассматриваем классические частицы они квантовые все равно требуют учета влияния измерений и в этом плане ссылкается с квантовыми хрениками хотя на самом деле, по большому секрету скажу что не квантовой статистической физики как бы и не существует почему так? потому что я же сказал, что такое энтропия это сколько информации нам не хватает чтобы описать состояние системы если у нас летают классические частицы то нам нужно бесконечно много информации чтобы описать их микроскопическое состояние потому что, чтобы задать координату импульс частиц нам надо знать бесконечно много цифр после запятой если в двоичной записи, то каждая лишняя цифра это бит а в квантовой механике у нас есть соотношение предприятий поэтому нам достаточно знать конечное число цифр по координате и конечное число цифр по импульсу чем больше цифр по координате, тем меньше цифр по импульсу поэтому эти бесконечно длинные хвосты цифр обрубаются и состояние квантовой системы, которая сидит в ящике конечного объема задается конечным числом информации микроскопической а стало быть, если мы это микроскопическое состояние не знаем полностью то энтропия оказывается конечной в квантовой механике, как вы понимаете, есть тоже свои, подчеркну, кажущиеся парадоксы кажущиеся в том же смысле, как, скажем, в теории относительности или как парадокс в том, его лишь ширина комнаты составляет 5 метров или 500 сантиметров но только тут получается хитрее за счет вот этого влияния измерения на измеряемое объемное в общем-то, что-то подобное можно и в классической ситуации представить то есть едет к нему ваша тележка, вы хотите ее измерить вы прикладываете к ней линейку, но при этом эта тележка останавливается тоже влияние измерения на процесс что такое поляризация света? все знают? значит, если у нас есть электромагнитная волна смотрим, как она проходит, скажем, через плоские доски то вектор электрического поля он может там вдоль какой-то оси колебаться тогда это направление задает направление поляризации это будет линейная поляризация если вектор Е, конец вектора Е описывает эллипс ну тогда это эллиптическая поляризация причем для эллиптической поляризации надо различать в какую сторону этот эллипс отходит против по часовой стрелке или против часовой стрелки в принципе, как вы знаете, наверное, гармонические колебания бывают удобно задать с помощью комплексной амплитуды скажем, х равно вещественная часть а на е в степени и омега т если а это комплексное число если а равно а0 умножить на е в степени и фи а0 и фи вещественная и тогда что задает а0? а0 задает амплитуду, а фи задает фазу и с помощью комплексной амплитуды нам удобно описать и то, и друг а если у нас вектор Е в электромагнитной волне гармоничной, которая идет поперед доски колеблется в плоскости то тогда получится, что у нас есть две комплексные амплитуды по х и по х получается такой комплексный вектор амплитуды двумерный и вот пусть у нас падает поперек плоскости доски электромагнитная волна как-то поляризованная характеризующаяся вектор амплитуды и если мы поставим поперек ее хода поляризатор понятно ли, что будет с амплитудой? нет она спроецируется на направление поляризатора причем а по модулю в квадрате то есть ах по модулю в квадрате плюс ау по модулю в квадрате она характеризует плотность энергии в нашей волне после того, как она спроецируется на какое-то направление скажем, на х видно, что ау исчезнет, энергия стоит меньше а теперь представьте себе, что мы очень сильно ослабляем волну так что это уже не электромагнитная волна а отдельные фотончики этому отдельному фотончику мы все равно можем приписать поляризацию но пол фотончика через поляризатор пройти не могут фотончик он не делен он либо прошел, либо поглотился и тогда квадрат амплитуды вот этот самый комплекс вектор будет уже нам описывать не энергию, а что количество фотонов а отношение вот этого квадрата амплитуды до поляризатора и после поляризатора и до будет описывать нам вероятность того, что фотон прошел через поляризатор а теперь давайте представим себе такую ситуацию для начала возьмем два скрещенных под 90 градусов поляризатора что будет на выходе? один поляризатор спроекцировал амплитуду на оси Х второй спроекцировал на оси Y на выходе что? ноль чтобы не поглотилось на первом, поглотилось на втором а что будет, если мы между этими двумя скрещенными под 90 градусов поляризатором поставим третий под наклон не будет да, уже что-то появится а если мы в промежутке как начальному конечному поляризатору мы положим целую стопку поляризаторов и каждый следующий, относительно предыдущий он не чуть-чуть повернут то если поляризаторы идеальные то есть если фотон правильно поляризованный они не поглощают, а пропускают то мы можем добиться того, что фотон через нашу стопку пройдет с вероятностью сколь угодно близко к единице надо только взять поляризатор как это в этом убедиться? ну значит вероятность прохождения это косинус угла между поляризацией фотона и направлением оси поляризации косинус альфа это амплитуда так меняется косинус альфа в квадрате это вероятность прохождения соответственно синус альфа это амплитуда в квадрате это вероятность поглощения если альфа стремится к нулю точнее альфа разделить на n стремится к нулю ставим n поляризаций значит синус альфа разделить на n в квадрате это приблизительно равно альфа в квадрате на n в квадрате это вероятность того, что на очередном n поляризаций потом поглотится если это еще умножить на n получится альфа в квадрате на n в первом ну и видно стремится к нулю когда n стремится к бесконечности вот суммарная вероятность поглощения на одном из n поляризаций альфа в квадрате на n поляризаций ну в общем-то вы видите достаточно простые рассуждения из оптики но если брать посмотреть на это не с точки зрения оптики а с точки зрения квадратной механики то прохождение фотона через поляризатор это процедура измерения ведь я вам как раз говорю что такое процедура измерения как раз то самое система с вероятностью соответствующей проекции на какую-то ось вектор описывающий эту систему выстраивается вдоль этой оси применительно к фотонам проходящим через поляризатор вектор состояния это и есть та самая двумерная комплексная амплитуда процедура измерения это прошел через поляризатор и эта амплитуда сплицировалась на ось поляризатора и вот последовательно делая измерения которые призваны ответить на вопрос а не находится ли фотон в состоянии с такой поляризацией нашли находится они находятся в состоянии чуть-чуть другой поляризации нашли что-то снова находится и так вот спрашиваем у системы все время что-то чуть-чуть другое и в итоге система попала из поляризации по х в поляризацию по у хотя поляризации по х и по у друг друга взаимно исключают что в смысле состояние друг друга взаимно исключают на языке квантовой механики означает, что соответствующий вектор ортогональен это вот немножко анекдотическая ситуация как будто мы эту систему уговариваем с каждым раз спрашиваем что-то чуть-чуть другое и в итоге она последовательно свое мнение как будто меняет при этом как ведет себя система если в квантовой механике свободна потому что я сейчас про квантовую механику сказал только про теорию измерения в квантовой механике а если измерения нет, то что будет с вектором состояния ответ в общем-то простой, но для того, чтобы ввести какие-то вычисления он потом потребует уточнений эти уточнения у вас будут на третьем курсе, в курсе квантовой механики если вы не фабфы, то на третьем-четвертом курсе а именно что вектор состояния если систему никто не трогает вращается но поскольку этот вектор бесконечно мерный то там будет присутствовать сразу разные частоты вращения в трехмерном пространстве там понятно если вращаешься с постоянной скоростью то есть вращение и есть одна частота и в плоскости перпендикулярной этой оси у вас вращение по кругу а если вектор бесконечно мерный то там будет много плоскостей взаимно перпендикулярных если и можно эти плоскости выбрать таким образом что в каждой из этих плоскостей вектор просто тупо вращается в каждой плоскости со своей частотой вот этот набор взаимно перпендикулярных плоскостей это на самом деле то же самое что выбор базиса кстати ведь поскольку вектор комплексный то плоскость это на самом деле двумерная с вещественной точки зрения это просто прямая с точки зрения комплексных чисел понятно что комплексная прямая это вещественная плоскость и соответственно задать бесконечного много этих взаимно перпендикулярных плоскостей вещественных это задать бесконечно много взаимно ортогональных и комплексных прямых задать вот этот самый базис пространство и состояние и с этим бразисом связана тоже своя наблюдаемая величина это энергия в каждом из базисных состояний для энергии энергия определена и соответствующая частота определяя этой энергией и определяется а именно как вы наверное догадались уже закрыли частоту и а если вот вернуться к нашему мысленному опыту ну его можно поставить и не мысленный его можно поставить и просто взять стопку поляризаторов и поиграть к нашему опыту с поляризаторами то мы можем сообразить что если мы достаточно часто поместили систему в какое-то состояние а потом достаточно часто спрашиваем в этой системе ставим измерение осталась система в этом состоянии или ушла? если мы будем спрашивать достаточно часто то она никогда из исходного состояния не уйдет это называется квантовый эффект Зенона помните опоре Зенона что стрела летит но в каждый момент она где-то находится дальше следует легкая подмена понятий находится значит покоится стрела летит значит каждый момент времени покоится раз покоится значит она никуда летит значит движение невозможно в квантовой механике этому можно придать смысл если мы достаточно часто мерим куда движется система то она никуда не движется мы с вероятностью сколько угодно близко к единице если достаточно часто мерить можем ее эволюцию заморозить вот она стремится поворачиваться чуть-чуть не вернулась она снова ее обратно пролицает кстати с поляризаторами этот опыт тоже можно ставить знаете что такое оптически активная среда? в такой среде если вы в нее запустите свет поляризованный то он выйдет тоже поляризованный но плоскость поляризации повернется на угол прямо пропорциональной толщине среды в которой этот свет прошел а если в этой оптически активной среде вы будете ставить поляризатор свет чуть-чуть прошел повернулся вы поставили поляризатор снова в исходную направление он его вернул поляризацию обратно снова чуть-чуть повернулся вы снова поставили поляризатор и так далее то есть вы можете тем самым заморозить вращение плоскости поляризации света в оптической активной среде будет буквально квантовый эффект Зенона уточню, он будет квантовый эффект Зенона если вы будете пускать по одному фотку а вот то, что я описал когда вы наоборот с помощью последовательных измерений заставляете систему эволюционировать туда, куда она не хотела иногда называют квантовым эффектом антисенона тут, наверное, можно даже привести аналогию с тем, как может эволюционировать человеческое мнение если у человека нет определенного мнения по какому-то вопросу вы у него спрашиваете, задаете вопрос и требуете четкий ответ тогда можно сказать, что в первый момент времени после того, как он дал четкий ответ у него мнение появилось он сам себя убедил, когда этот ответ дал а потом, если вы какое-то время подождете то он снова стал эволюционировать он снова попал в суперпозицию разных вариантов ответа у него же снова нет мнения аналог квантового эффекта скажем, антизенона состоял бы в том, чтобы у него спросили потом спросили так, чтобы чуть-чуть поменялось чуть-чуть, но не сильно поменялось то, на что он должен ответить и чтобы в итоге привести его к нужному ответу после серии вопросов кстати, как-то в одном из фильмов мне попадалось практически применение почти что психологического эффекта зенона к социологическому опросу типа того, что там у человека спрашивают вы обеспокоены ростом преступности? вы хотите, чтобы дети могли спокойно приходить поздно вечером и не беспокоиться за их безопасность? ну и так далее еще серия вопросов в конце вопросов вы за ужесточение продажи оружия? он отвечает да и другая серия вопросов вы обеспокоены так сказать тема, что скажем, вы что ваш дом может вломиться в вооруженный преступник и вы не сможете оказать ему сопротивление? вы обеспокоены тем, что тем, что правительство там скажем ужесточает законы об оружии требует требует регистрации вплоть до ножей вы обеспокоены там еще в конце вы за либерализацию торговля оружия? он отвечает да но это, конечно, понятно это уже не физика но с другой стороны вы можете если иногда вот в таких случаях видите налоги хотя понятно, что тут уже эти аналоги по сравнению с физикой хромают я не уверен, что вы сможете придумать векторное пространство состояний для человеческого мнения а даже если вы такое состояние придумаете пространство то я не уверен что эволюция человеческого мнения будет описываться просто вращением а также что сумма вероятности ответов на каких-то взаимноисключающих взаимноисключающих вариантов ответа будет равна единице в общем но с другой стороны это вот такие вот аналогии они могут быть полезны просто вот с точки зрения что у вас есть теория которая заведомо работает скажем квантовая механика теория относительности теория размерности стат физика они работают в своей области применимости работают великое а вот скажем в социологии хорошо работающих теории мало а те что есть у них область применимости гораздо лучше понятно что все они физики завидуют начиная скажем как минимум с Льва Толстого если вы помните в войне и мире Лев Толстой ставит задачу что хорошо было бы создать исчислений бесконечно малых для анализа истории помните там было такое велическое отступление в контексте обсуждения роли личности в истории и понятно что вот хотят построить что-то по образцу физики но если вы знаете хорошие интересные современные теории физики то у вас будет больше шансов подобрать какую-то хорошую содержательную аналогию или скажем вот квантовая интерференция в классической теории вероятность если что-то может произойти двумя взаимно исключающими способами то вероятность просто суммирует а в квантовой механике суммирует невероятность суммирует амплитуда комплекс нечист а вероятность получается возведение по мудрю в квадрат а комплексные числа это стрелки на плоскости если они перпендикулярны то да квадрат суммы равен сумме квадратов а если они не перпендикулярны то могут получать то если они параллельны то эффект больше чем сумма вероятностей если они антипараллельны то одна вероятность другую гасит и соответственно в квантовой механике если что-то с равной вероятностью может произойти двумя взаимосключающими способами то суммарная вероятность может меняться от нуля до учетверенной вероятности по одному способу не до удвоенной а до учетверенной это как вы наверное понимаете теорему косинусов потому что вот комплекс на плоскость вот одна амплитуда вероятности вот вторая амплитуда вероятность фи 1 фи 1 фи 2 а вот суммарная амплитуда вероятности п 1 плюс 2 равно п 1 это квадрат вот этой плюс п 2 это квадрат вот этой плюс патионемик косинус удвоенное произведение сторон то есть 2 в корне из п 1 на косинус фи 2 минус 5 в классической теории вероятности это учено ну и понятно можно искать аналогии ну опять-таки хотя бы в человеческом поведении если вы приведете человеку два взаимоисключающих аргумента в пользу одного и того же действия то вероятность того что он это действие совершит может не увеличиться а уменьшиться то есть вот если вы одновременно если вы продаете слона и рекламируете его что этот слон будет хорошо смотреться там не знаю на книжной полке и вы продаете слона что на этом слоне хорошо кататься ну слон в ящике на него не посмотришь если вы проведете один аргумент либо другой аргумент то вам может быть удастся этого слона продать а если вы оба аргумента проведете одновременно то слона скорее всего продать не удастся потому что возникнет вопрос какое-то слон на книжную полку или чтобы кататься в заключение я скажу чтобы вас не обмануть на этом окончу что в квантовой выходите получается забавная ситуация что если то что происходит двумя способами хотя бы в принципе различимо надо складывать по прежнему вероятность а если оно в принципе неразличимо надо складывать с амплитудой и вот тогда появляется интерференция то есть это важно чтобы скажем если я мог пройти в эту аудиторию через дверь мог через окно то для того чтобы складывать с амплитудой вероятности вместо вероятности и учитывать интерференционный член то я должен побои пройти так чтобы не осталось нигде никаких следов через дверь я вошел или через окно и плюс к тому я должен сам забыть как я сюда попал потому что если я запомню как я сюда прошу то это два разных состояния они отличаются тем что у меня в голове но кроме того мое конечное состояние надо различать очень точно потому что поскольку я довольно массивен по сравнению с элементарными частицами а длина волны обратно пропорциональна импульсу то у меня длина волны будет очень-очень маленькая интерференционная картина для меня будет очень-очень частая поэтому надо будет с субатомной точностью измерить мое положение и тогда вот уже если я при вот при всех вот при этих условиях можно будет говорить про мою интерференцию понятно что для меня это не применимо для футбольного мяча это не применимо а скажем для фуллерена эксперимент на интерференцию успешно ставится обычная вот интерференция на двух щелях для фотонов ставится для электронов ставится даже для фуллеренов ставится и группа Цайлингера у нее есть такая у них есть такая мечта что когда-нибудь поставить опыт на интерференцию вирусов что дескать вирус это уже почти живое существо хотим вот как можно более тяжелые частицы использовать практически живые вот на фуллеренах получается на вирусах пока они не писали но мечты у них такие есть ну ладно что хотел я более-менее сказал если нет вопросов то давайте на этом остановимся а если есть вопросы то задавайте нет вопросов тогда давайте на этом остановимся спасибо 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 спасибо